всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду этот ролик выйдет на канале скорее всего к весне если вообще не весной но снимается он 12 января только что закончились новогодние праздники все наконец-таки доели свои оливье и селедки под шубой я подумал а почему мне собственно так не нравится вот этот самый оливье ну или салат столичный ну наверное потому что он на мой вкус слишком нейтральный слишком не яркий я бы сказал и я хотел бы сегодня в рамках эксперимента провести минимальный улучшайзинг отдельных ингредиентов салата в частности я хочу отварить мясо для салата так чтобы оно было очень хорошей упругой консистенции это мягкая при этом сочная чтобы консистенция была похожа в конце концов на хорошую вареную колбасу консистенция не вкус точно лучше упругая такая была сочная чтобы мясо получилось именно таким они разваливающимся хлам варить нужно очень долго 9 10 часов при температуре 76 78 градусов чтобы не тратить совсем уж впустую электроэнергию вместе с говядиной я еще пару ролик таким же образом отварю поехали сначала их надо засолить для больше сочности я проделаю процедуру в рассоле общая масса сырья у меня нет 2650 граммов воды для рассол возьму столько же столе обычный поваренный два процента к сумме масс сырья и воды для экономии времени на просолку я часть рассола загоню внутрь мясо и рулик при помощи шприца такая вот методика расчета солености очень проста идея в следующем при более-менее длительном нахождении сырья в рассоле соль распределиться равномерно во всем объеме то есть в смеси объемов мяса и воды то есть на момент приготовления рассола вся соль в воде грубо говоря если бы у меня был один килограмм сырья один килограмм воды то на момент приготовления рассола у меня в воде был бы 40 граммов соли а вместе не было бы соли вообще но прохождение времени на просаливание соль равномерно распределяется и и осталось 20 граммов рассоли и 20 граммов перешло бы в мясо выровнялось общее соотношение соли в во всем этом объеме от 20 граммов соли на килограмм мяса это такая нормальная соленость для колбасных продуктов это конечно два процента для просто вареного мяса это очень много но я-то готовлю мясо не для такой еды для того чтобы в салате его использовать и мне кажется что там оно будет прекрасно с таким количеством соли нашприцевал теперь оставлю в холодильнике на просолку на сутки может на двое еще не знаю своих планов на завтрашний день возможно не получится завтра продолжу съемку ролика впрочем этому мясу не повредит и неделю в рассоле находиться продолжаем разговор сегодня уже третий день как рассоливается мясо и у меня наконец-таки дошли до него руки сейчас надо его убрать в вакуум пакет добавить чеснока и перца и можно варить чеснока положу побольше в один пакет на все не влезет поэтому руки отдельно говядина отдельно каждый пакет добавлю черный душистый перец за 10 часов варки мясо досок в этом соку разойдутся ароматы и перцы чеснока и за эти 10 часов все успеет прекрасно пропитаться этими ароматами края пакета не намочить заворачиваю их вот так мокрый края мой вакууматор отвратительно спаивали взрывай что не только мой еще момент когда вакууматор начинает из пакета воздух вытягивать то вместе с воздухом он тянет и влагу и эта влага может попасть в шов тогда шов не склеится не спаяется поэтому я сворачиваю из бумажного полотенца вот такую вот ленту и вставляю в пакет на пути прохождения влаги лента это влагой впитает как раз теперь можно запаивать для своих колбасных экспериментов я давно уже купил стандартную гастроемкость гастроемкость 11 по моему 200 миллиметров высотой на 22 литра раньше в кастрюлю большой все готовил но даже в большую кастрюлю мясо мне не влезает как правило температура на совет стики выставляю 76 градусов время варки на 10 часов установлю все эти установки это просто таймер для сигнализации то есть они не включают не выключаются вид стик когда температура в гастроемкости поднимется до 76 градусов этот мир начнет пищать я подойду нажму на кнопочку таймер уже обработки запустится и тогда он будет отсчитывать 10 часов 10 часов пройдет он опять начнет пищать так он сам ничего не включать не выключает короче когда варка закончится уберу мясо в холодильник до завтра вот завтра результаты увидите мясо у меня доварилась и всю ночь пролежала в холодильнике давайте смотреть что получилось так видите сколько сока выделилась он весь превратился в такое плотное желе если мясо просто воде варить то сок в эту воду не уходит в результате вкус мяса получается не таким насыщенным не таким концентрированным как есть в она своем соку готовилась ну сами понимаете да так вот такая получилась говядинка плотная смотрите какая супер вообще и вот такая вот свинина так давайте пробовать сначала говядина вот такое мясо в любых салатах совершенно по-другому заиграет совершенно по-другому будет вкус яркий насыщенный плотный упругий сочный ему-то классный это этот отличный способ приготовления мяса для салата так ну и по свининке свининки аромат очень приятный такой чесночно-перечный на вот на отличный способ для приготовления таких вот вещей знаете что если взять сырую руку аккуратно удалить из нее кость потом плотно увязать и таким вот макаром варить то потом уже будет прям как колбасу резать ее такими шайбами и будет прям классно здесь кусочки конечно связать не очень удобно очень хороший способ приготовления мяса не обязательно именно используется у вид стик хотя их на алиэкспрессе полно там копейки стоит если у вас есть эти мультиварки в мультиварке тоже можно варить правда не знаю настраивается она не настраивается на температуру 76 78 градусов и много мяса конечно у нее не запихнешь но с другой стороны ну учу это придумаете огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки репосты всем пока и и и